Воистину, хвала Аллаху! Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении. Мы призываем к Аллаху от зла наших душ и дурных деяний. Тот, кого Аллах поведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого он сбил, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да богословит Аллах и приветствует его, его семью, сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Бойтесь Всевышнего Аллаха и повинуйтесь, возвеличивайте его и подчиняйтесь ему. Аллах сказал, о люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистину, Аллах наблюдает за вами. Рабы Аллаха, в атмосфере спокойного дома и сплоченного семейства взрастают благие качества, укрепляются благородные традиции. Формируются мужчины, которым можно доверять величайшие аманаты, и воспитываются женщины, которые смогут заботиться о самых достойных теме. Например, неудивительно, что Ислам так заботится о положении семьи и обязывает ее расти и развиваться, давая рекомендации, способствующие тому, чтобы жизнь семьи сопровождалась благом и милостью. В книге Всевышнего Аллаха и в соне его посланника, саллилаллаху алейхи вассалям, содержатся приказы, обращенные ко всем членам семьи, отцу, матери, близким и дальним родственникам. Эти приказы направляют семью к созидательному построению и счастью, ведь одна только забота о сохранности семьи является путем к безопасности всей общины. И нельзя ожидать, что общество, в котором износили семейные связи и ослабли узы, будет благочестивым. Священный Коран упомянул о величии милости, содержащейся в связях этой ячейки большого общества. Всевышний Аллах сказал, «Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?» Поистине, супруги их семейные отношения, родители их сыновья и дочери, взросающие под их опекой, представляют не только самих себя, но и будущее нашей уммы и ее настоящее. Поэтому, когда шайтану удается разорвать семейные узы, возрушается не только одна семья и свершается не только определенное зло. Это событие погружает всю умму в долгосрочное и долго действующее зло. Искляни на этот хадис, чтобы узнать, что раскол семьи — это радость для шайтана. Аджабира, ради Аллаху, передается, что пророк, салли Аллаху, алейхи ва салям, сказал, «Поистине, Иблис установил свой трон над водой, а затем стал посылать свое войско. И самый приближенный из его войска к нему, сеющий наибольшую смуту, приходит кто-то из них и говорит, «Я сделал то-то и то-то». Иблис отвечает, «Ты ничего не сделал». Затем приходит другой и говорит, «Я не оставил его до тех пор, пока не разлучил его с его женой». Тогда Иблис приближает его к себе и говорит, «Ты наилучший», и обнимает его. Хадис привел муслим. О, мусульмане! Покой и мир в домах – это милость, которую могут оценить только беженцы, не имеющие домов, жилья и спокойствия. И упоминание о жилищах затрагивает чувства, забывающие ценность этой милости Аллаха. Вот взгляд Ислама на дом и семью. Аллах сказал, «Аллах сделал для вас дома жилищами». Ислам хочет, чтобы дом был местом сердечного спокойствия, где ощущается безопасность. Ислам желает, чтобы душа человека успокаивалась и отдыхала в доме. Будь это успокоение по причине материального достатка места жительства или отдыха, и спокойствие тех, кто в нем живет, и дом – это не место для споров, раздоров и препирательств. Напротив, это место для сна, спокойствия, безопасности, уверенности и мира. Таким образом, чтобы защитить безопасность дома, мир и спокойствие, Ислам, гарантируют ему неприкосновенность. Никто не может войти в него, не спросив разрешения, и никто не может напасть на него, не имея на это права. Никто не может заглядывать в него по какой-то причине, шпионить за людьми, живущими в доме, когда они не видят или отсутствуют, и после их безопасность и покой, который должен быть в домах, согласно учению Ислама. Рабы Аллаха, семья – это естественное прибежище для обоих полов и единственное чистое местопребывание для их отношений. Потребность тела – природный фактор, который помогает созданию семьи. Что касается возвышенной благородной основы семьи, то это обещание и дружба, строящаяся на любви, дружелюбии и взаимном согласии. На эту основу указал священный Коран, когда упомянул историю создания. Аллах сказал, «Он тот, кто сотворил вас из одного человека, он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой». Этот покой означает стабильность и уверенность человека в том, что он находится с человеком, с которым отдыхает душой, успокаивается на его плече, когда волнуется, и видит его улыбку, когда пребывает в трудном положении. Представление брака в виде исключительно телесной связи – это падение мышления и чувств. На самом деле, понятие брака более возвышенно. Прочувствуйте вместе со мной слова Всевышнего Аллаха, среди его знамений, то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Воистину, людей занимает эта связь между мужчиной и женщиной, и как же мало они размышляют о милости Аллаха. Создал для них супругов из них самих и заключил в их душе чувства и эмоции. Сделал брачную связь покоем для души, отдыхом для тела и сердца, стабильностью для жизни, радостью для души и сердец и миром для обоих – мужчины и женщины. Чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Размышляющие люди постигают мудрости Вышнего Создателя, который создал оба пола таким образом, что один подходит для другого, удовлетворяет его природные потребности и находит у него спокойствие, уверенность и стабильность. Когда они собираются вместе, то обретают покой, удовлетворенность, любовь и милосердие, чтобы вместе дойти к величайшей цели, помогая друг другу в повиновении Аллаху, достичь рая. Однако построение семьи на этой духовной истине нуждается в большом просвещении и воспитании. Или, как лучше будет сказать, это нуждается в нравственности и религиозности. Связи между супругами имеют глубокие корни и далекие пределы. Они подобны связи человека со своей собственной душой. Поэтому ислам заботится о сохранении этих связей и отношений, о возвышении их сущностей и сохранении их внешних и внутренних проявлений. Аллах сказал, «Ваши жены одеяния для вас, а вы одеяния для них». Вот Абу Саид Аль-Худри, сады Аллаху Ангу, передается, что посланник Аллаху, салли Аллаху Алейхи Ассалям, сказал, «Воистину, одно из самых худших мест перед Аллахом в судный день займет человек, который открылся своей жене, и она открылась ему, а затем он распространил ее секрет». Хадис приемл муслим. Пророк, салли Аллаху Алейхи Ассалям, также сказал, «Все, чем увлекается мужчина, мусульманин, бесполезно, кроме стрельбы из лука, тренировки его лошади и игры со своей семьей». И эти вещи истинные. Хадис привели от Тирмизи и Ибн Маджа. «Посмотрите, как эта человеческая личная связь между супругами относится к истинным вещам». Пророк, салли Аллаху Алейхи Ассалям, также сказал, «Этот мир – предмет наслаждения, и лучшее, что есть в нем, благочестивая жена». Хадис привел муслим. Этими словами мусульманину дают понять, что самый лучший человек, который может сопровождать его в жизни, лучший, кому он может обратиться за помощью в своих обязанностях, это добрая, дружелюбная, праведная и нравственная жена». Пророк, салли Аллаху Ассалям, описал такую жену, сказав, «Та, которая радует мужа, если он посмотрит на нее, она повинуется его велениям и не противоречит ему ни в себе, ни в своем имуществе». Хадис привел от Тирмизи. «Воистину, такая жена будет поддержкой и опорой счастливого дома и главной его основой. Узы этой семьи возвышены и долгосрочны, и когда этот мир завершится, его жители покинут его по отдельности и группами, они воссоединятся вновь в загробной жизни». Аллах сказал, «Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками». При воссоединении менее праведные дети присоединятся к своим усердным, старательным родителям, Аллах сказал, «Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере и нисколько не умолим их деяний». О мусульмане! Для воспитания детей нет более чистой и полезной атмосферы, чем семья. Под тенью постоянно находящихся рядом матери и трудящегося работящего отца, дающих одни из самых глубоких и крепких человеческих чувств, растут их дети, раскрываются их бутоны, укрепляется стан, и от них можно будет ожидать плодов. Поэтому защита семьи – одна из самых больших обязанностей, расчистка дороги перед ней, одна из лучших жертв. В большинстве случаев общество страдает из-за плохих людей, выросших именно в неблагополучной или неполной семье, или вообще без семьи. Рабы Аллаха! Ислам пришел с руководством, как нужно правильно строить семью с самого начала. Аллах повелел жениться, призвал к этому и сделал женить пустунной посланников и путем праведников. Он повелел выдавать замуж дочерей и женить сыновей, помогать тем, кто не может жениться, призвал к облегчению пути к браку и запретил все, что препятствует ему или омрачает. При выборе жены Ислам рекомендовал то, в чем содержится общее благо и выгода, нрав и религиозность. Есть также свобода выбора, и необходимо спрашивать согласие жениха и невесты до заключения между ними брака. Ни мужчину нельзя заставить жениться на том, кого он не любит, ни девушку нельзя заставлять согласиться выйти замуж до того, кто ей ненавистен. Ислам утвердил принципы и учения, определяющие права мужчины над женщиной и права женщины над мужчиной. Вот основное правило, которое сказал Аллах. Обходитесь с ними благопристойно. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Эти принципы способствуют благочестию, богобоязненности, любви и взаимной помощи внутри семьи. В них содержатся гарантии, поддерживающие супружескую жизнь и ее стабильность, чтобы семья была счастлива и достойно вырастила своих детей, которые бы оказались полностью психически здоровы, что сделают их лучше и счастливее. И на каждого из супругов возложены соответствующие обязанности. От Ибн Умара, радия Аллаху Ангума, передается, что пророк, салаллаху алейкум, сказал, «Каждый из вас пастух, и каждый из вас будет спрошен за свою пасту. Амир правитель для людей, как пастух, и он будет спрошен за свою пасту. Мужчина – пастух для своей семьи, и он будет спрошен за них. Женщина – пастушка в доме своего мужа и его детей, и она будет спрошена за них. И раб – пастух над имуществом своего господина, и он будет спрошен за него. «Все вы пастухи, и все вы ответственны за свою пасту». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим, и это ревоят Муслима. Вот Абу Хурейре, радия Аллаху Ангу, передается, что посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сказал, «Если женщина будет выполнять свои пять намазов, будет сломудрена и будет повиноваться своему мужу, то войдет в любую из зверей рая, в которую пожелает». Хадис передал имам Ахмад в своем муснаде и Ибн Хиббан в Сахихе. «Благой нрав в семье» – один из признаков веры. Ад Айши, радия Аллаху Анга, передается, что она сказала, что посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сказал, «Воистину, самый совершенный в своей вере тот, кто обладает лучшим нравом и наиболее добр к своей семье». Хадис привели от Тирмидзи. Пророк Алей, саляту вассалям, также сказал, «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей семье, и я лучше всех вас отношусь к своей семье». Хадис привели от Тирмидзи и Ибн Маджи с достоверным снадом. Хаким бин Муавия Аль-Хушейри передал своего отца, что тот сказал, «Я спросил, о посланник Аллаха, каково право жены на одного из нас?» Он ответил, «Если ты есть, то должен кормить ее. Если ты одеваешься, то должен одевать и ее, и не бей ее по лицу, и не говори, да безобразится твое лицо, и не отлучай ее, кроме как в твоем доме, не выгоняй ее из дому». Хадис привел Абу Дауд. О мусульмане! Знание каждого из супругов своих прав и обязанностей, выполнение их, уважение другой стороны и несение ответственности – ключ к взаимопониманию и довольству и причине стабильности и успеха. Мужчина по шариату Аллаха является хозяином дома и опекуном семьи. Такое звание наложено на него не в качестве почести, и смысл главвеста мужчины в том, чтобы семья жила согласно господствующему режиму, а не мимолетным желаниям. Было бы глупо, если какая-то фирма не имела ответственных председателей. Предоставление брат правления дома женщине означает неправильное распределение дел или перекладывание тяжести и ответственности на плечи слабого. Мужчина более своей жены достоин заниматься управлением дома и возглавлять семью. Все то, что создал в нем Аллах, выносливость, твердость, способность зарабатывать и защищаться от превратности жизни, делает его более достойным и предпочтительным на роль главы семьи и попечителя. Аллах сказал, мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют и своего имущества. Попечительство это не самовластие, произвол, несправедливость или высокомерие. Напротив, это защита охрана, соблюдение интересов и несение ответственности. Призыв к изменению ролей в семье под предлогом равенства и свободы это переворачивание хитрых ног на голову и противоречия человеческой природе. Рабы Аллаха расходы на семью то, чем постоянно сталкиваются супруги и это одна из самых тяжелых вещей, которые должен делать мужчина, потому что именно он несет на себе груз в содержании семьи. Часто различие мнений супругов относительно расходов может оставлять неприятный отпечаток и след в душе мужа и семьи. Пророк салли Аллаху разъяснил, что содержание для дома необходимо и что необходимые расходы на дом, из-за которых семья становится счастливее, это не потерянные деньги, а остающиеся в сохранности садака. Пророк салли Аллаху сказал, динар, который ты потратил на пути Аллаха и динар, который ты потратил на освобождение раба и динар, который ты потратил на бедного на семью, из всего этого более высокая награда будет за тот динар, который ты потратил на свою семью. Хадис привел муслим. Эти слова следует обдумать. Среди людей есть такие, которые упускают интересы своей семьи, неправильно их оценивают или не удовлетворяют потребности семьи. Среди женщин есть те, кто слишком утомляет своего мужа, ведя непрекращающиеся споры по поводу расходов и потребностей. В доме пророка салли Аллаху алейхи вассалям и этот самый благородный дом происходили споры и прения на этот счет. И по исламу нежелательно, чтобы вещи, связанные с расходами и содержанием, становились причиной проблем всей семьи и угрозой ее будущего. Всевышний Аллах говорит, пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку, а тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение. Этот божественный приказ пришел после совокупности приказов, в которых говорилось о благонравии и приверженности богобоязненности. Эти приказы шли в контексте упоминания о спорах, которые происходят в семьях, и о том, что семейные узлы могут порваться. После того, как Всевышний Аллах сказал, когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Он продолжил следующими словами, таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в последний день. Тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения и наделяет его делом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи. Потом Аллах сказал, тому, кто боится Аллаха, он облегчает дела. Тому, кто боится Аллаха, он просит злодеяния и увеличит награду. Таким образом, опора семейного счастья это богобоязненность. Богобоязненность и еще раз богобоязненность. Это также разъяснит тебе тайну того, почему сура под названием женщины началась с призыва к богобоязненности. Да сделает Аллах великий Коран благословенным для меня и для вас и да принесет нам пользу в нем знамения и благородных назидания. Не заканчивай эту проповедь и прошу прощения у великого Аллаха для себя и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, власелину дня воздаяния. Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у которого нет статоварища, царя, явной истины и свидетельствую, что Мухаммад и его раб и посланник заблагословит Аллах и приветствует его и его семью и всех подвижников. Да будет вам известно, что не всегда внутри семьи дует прохладный легкий ветерок. Человеческая природа противится этому. Небо омрачится, начнутся грозы и ожидания полного покоя это иллюзия. Бесполезно ждать в этом мире чистого, беспрерывного наслаждения. Человек мало живет в стабильном положении, довольстве, беспорицании и разумно будет приучить себя к некоторым стеснениям. Так как мужчина с точки зрения ислама хозяин дома, держащий бразби его правления в своих руках, то от него требуется проявлять терпение в том, что он иногда может не любить. Да, ему нужно усвоить некоторые манеры поведения, затрудительно найти идеал в своем доме и вряд ли его жена оправдает все его надежды. Поэтому посланник Аллах сказал обращайтесь с женщинами хорошо. Воистину женщина создана из ребра и самая кривая часть ребра верстняя. Если ты будешь распрямлять его, то сломаешь, а если оставишь, оно так и будет кривым. И обращайтесь с женщинами хорошо. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. При ваяте Муслима говорится, воистину женщина создана из ребра, она не будет ровной, и если ты воспользуешься ей, то воспользуйся состоянием ее кривизны, а если ты будешь распрямлять ее, то сломаешь, и ее слом это развод, и это то, что не любит ислам. К порокам относится принижение достоинства мужа и малая благодарность ему, либо забывание мужем достоинства жены и ее жертв. Женщина, которая строит свое поведение на неблагодарности к своему мужу и его милостям по отношению к ней открытое и ее жертвы. Редактор субтитров Корректор 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 субтитров